И эту вещь, и все мои вещи в моей жизни, и все мои действия в этой жизни, я посвящаюсь к своей жене. Поехали. Меня очень тронула эта тема. Я буду рассказывать очень много личных вещей, но в них присутствует и определенная логика. Я прошу вас о определенной гибкости, чтобы понять, в чем я имею в виду. Дело в том, что мой прадед погиб на войне, и все, что у меня есть, это одно письмо от него домой, где он рассказывает, как он получил поощрение, ну, не в виде награды, а в виде просто похвалы за то, что он убил человека на войне. Он говорит, что никто никогда не поймет со стороны и гражданской жизни, чем ему удалось это поощрение. И никогда не поймет смысл этого поощрения. И он объясняет, как он убивал человека, и почему никто никогда не поймет этого, очень по-дебатерски. Он говорит, я увидел, как устьеют его глаза, и я понял, что он больше никогда не увидит того солнца, которое я вижу я. Он пишет в этом письме, что он убил такого же человека, как он сам. Потому что мир, который мы видим, это один и тот же мир. И надо, что он был немецким захватчиком. И эту логику воспроизводят очень многие ветераны великой отец. Когда они ходят с наградами, и остальные люди видят эти символы успеха, и символы победы, и символы того, что они успешные солдаты, хорошие. Их коробит эта радость других людей при виде этих наград. Потому что никто из вас и из нас не понимает, какой ценой дались эти награды. И когда происходит этот момент, когда человек с наградами, он одевает их, конечно. И он не может их не одеть, потому что они действительно связаны с этими жертвами, которые он принес. Идет по улице и видит эту разницу в понимании того, что произошло. Но мы приземлируем, что лучше бы этих наград не было. Лучше бы у него на груди не было ни одной награды. Почему это происходит? Мы говорим о том, что, в принципе, награда это символ успеха, символ успешности. Но никто из других остальных не понимает, в чем эта успешность выражается. В чем успешность этого человека? Если мы делаем и снимем маску с этого дела, он успешен в том, чтобы убивать других людей. Конечно, он не убийца, мы не сажаем его в тюрьму. Конечно, потому что он делает это легитимно, естественно. В чем здесь разница и почему? Почему это убийство, но при этом мы его легитимизируем? Но когда мы говорим слово «убийство», мы все равно расстраиваемся, чтобы это было убить. Дело в том, что война – это достанная необходимость, в которой, ну, в данном случае, пришли к нам захватчики, и мы убиваем других людей, чтобы не убили нас. И понятно, зачем мы это делаем, но это не значит, что мы делаем полный, можно оценить положительно. Несмотря на то, что мы вынуждены это делать, в самой сущности нашего действия есть негативное действие – убийство человека. Мы вынуждены его делать, и каждый солдат вынужден стрелять по другим людям. Но никто из нас не радуется тому, что пуля попала куда нужно. Мы понимаем, что мы вынуждены это делать, мы вынуждены убивать других людей. Но нет здесь ни одного повода для радости. Потому что еще одни глаза, видящие солнце, закрылись. Мы понимаем, что во многих случаях люди, которые идут против нас, не до конца желают этого, и не до конца хотят нас убить. Мы понимаем, что есть элементы заставления, элементы манипуляции. Но даже в случае, если человек убежденно нас хочет убить, даже в этом случае мы не можем говорить, что он полностью в этом виноват. Потому что как он рос, как на него влияли и так далее. Пожалуйста. Почему вы считаете, что на войне берут различные поощрения, подвиги только за убийства, а не раскрытие там данных под юбой и боезапасность? Спасибо за вопрос. Я с удовольствием отвечу. Даже когда солдат жертвует собственной жизнью и прыгает, закрывая бойницу дзотка, даже в этом случае он пожертвовал собой, чтобы этих людей было легче убить. Даже когда развлечься, может, развлечь карты на конца снабжения, даже в этом случае он сделал то, чтобы этих людей было легче убить. Вся фишка войны в том, что люди убивают друг друга. И именно за это мы получаем награду. К сожалению. И мы говорим о том, что даже если этот человек, который идет против нас, убежденный маньяк и солист, даже в этом случае мы не имеем права радоваться, что он умер. Почему? Мы не знаем, каков мир из его глаз. Мы знаем, каков мир из наших глаз. И мы ценим это больше всего, потому что мы защищаем свою жизнь и убиваем его. И мы можем только предположить, что его мир примерно такой же, как из наших. Потому что мы, в принципе, похожи на руки и ноги, и одни и те же глаза. И если этот мир примерно такой же, просто что-то пошло не так. Убивая его, мы убили себя. Убили такого же человека, как мы сами. С тем же набором радости жизни или нерадости жизни. С тем же набором, с той же жизнью. В этом главная фишка. И мы не имеем никакого права радоваться или стигматизировать это как успех. В этом наш бой. Более того, мы говорим о том, что когда мы надеваем эти награды и ходим с ними, и другие люди не понимают, что произошло в описании моего действия, как я вам сейчас рассказал. Это носит существенный вред, потому что они, эти остальные люди, думают, что просто убивать людей это успех. Защищаясь, убивать людей это успех. И мы двигаем их к тому, чтобы они когда-нибудь познали этот страшный успех. Которого эти люди, которые уже познали, не хотят никогда повторений. Которых коробит, рвет и ужас в их голове, кажется, не вспоминают об этом. Поэтому эти вещи никогда нельзя стимпатизировать как успех. На этом мы стоим. Спасибо за внимание. Спасибо, премьер-министр. На вечер. Люди на позицию будут так же с вами. Томас, давай! Спасибо большое. Сегодня мы играем на резолюцию то, что эта палата считает то, что мы не должны в любой форме награждать за участие и подвиги, связанные с войной. И сегодня мы как команда первой позиции считаем то, что действительно этот, скажем, законопроект принимать не нужно. Далее. О чем сегодня преимущество своей речи говорит уважаемое нами правительство? Оно говорит о своем дедушке и о том, как он убивал людей. О том, как человек убивает людей и как он вынужден обязательно это делать. Что мы на это говорим? Вообще я буду делать реватт вместе с представлением нашего собственного кейса. Поэтому вот, по привлечению на это мы говорим то, что человеку нужно это награждение за убийство людей. Ему нужно это награждение в качестве слова «спасибо», в качестве слова «спасибо». И поэтому мы сейчас давайте обсудим вообще, что такое награждение. Награждение подразумевает собой либо какую-то сумму денег, либо это медаль, например, какая-то действительно чаще всего происходит. Вот. Поэтому медаль в своей сущности, самый главный, это способ сказать «спасибо» со стороны государства. Вот. Поэтому, раз это способ сказать «спасибо», то это, в принципе, это символ. Это символ, который человек сможет хранить у себя, который человек сможет сам всегда вспоминать. Вот. Поэтому, имея вот эту вот какую-то вещь, какой-то символ того, что он делал имя какого-то благого дела, то есть мы, например, сейчас свою страну, да, он сможет постоянно вспоминать этот символ и постоянно возвращаться к тому, что он не просто так всё это делал, что он не просто так воевал, а то, что их, то, что он делал ради какого-то благого дела, то есть защиты государства. Вот. Поэтому, также не стоит забывать то, что, на самом деле, тех людей, солдатов, которых ведут на войну, их, в принципе, заставляют это делать, да, то есть это военный язык. Вот. То есть их заставляют убивать. Далее. Они, из этого следует то, что они не делают это ради удовольствия, они не говорят то, что они сами хотят себя, да, они делают это не ради удовольствия. А значит, чтобы восстановить вот эту справедливость между государством и между, в принципе, вот этими солдатами, да, нам, ну, нам нужно ввести вот этот вот закон, вернее, не вводить вот этот законопроект и все-таки давать какое-то награждение в любой форме, какой бы то ни было, чтобы сказать им вот это спасибо, чтобы восстановить справедливость, и мы знаем то, что это главное в сегодняшней теме, то, что мы именно это должны доказывать сегодня. Вот. Далее. Также команда правительства сегодня говорила о том, что люди, в принципе, солдаты, в принципе, вынуждены убивать людей, да, и то, что люди мучаются. Вот. Мы, в принципе, согласны то, что люди действительно мучаются, но здесь это будет представлять что-то вроде ложбы спасения, окей? То есть это государство будет давать, не спасибо, это государство будет давать какое-то награждение в качестве ложбы спасения, да, то есть оно будет, например, оно может дать медаль этому солдату, чтобы он вспоминал то, что он делал это действительно ради чего-то хорошего, действительно он хоть и убивал людей, но он делал это ради чего-то более высокого, чем просто убийство как ценность. То есть поэтому вот эта ценность о том, что он совершал это ради какого-то благого дела, ради своего же государства в защиту, да, она является намного выше, и поэтому вот этот символ, вот эта медаль или что-либо, что бы то ни было в качестве награждения, да, оно должно всегда присутствовать. Далее. Как вы уже поняли, мы считаем то, что действительно важно сегодня отстоять вот эту справедливость между победами. И поэтому мы хотим сказать то, что мы действительно должны награжать этих людей, как мы уже до этого говорили. Вот. Поэтому раз мы заставляем убивать этого человека, да, со стороны государства, то он будет мучиться от убийства. И даже, допустим, что когда война заканчивается, да, ему сказали, когда война заканчивается, то, собственно, там через 10 лет или еще сколько-то лет, да, у него будет какая-то материальная вещь или какой-то символ вот этот, который будет постоянно действительно напоминать о том хорошем деле, которое он сделал. И поэтому в жизни это действительно очень важно. И далее, чтобы хоть как-то оправдать вот эти мучения, которые бы он получал без вот этой медали, без символа, мы должны дать ему вот это награждение, чтобы он действительно знал, что он не делал это просто так. И то, что действительно, чтобы компенсировать вот эту разницу, то, что государство его заставляло, то нужно дать ему вот этот вот награжденный символ. Далее, о чем мы бы поговорили, да. В принципе, да, как пример можно просто сказать то, что действительно человек, если он рисковал в своей жизни, да, и его действительно примутили к этому, этот военный призыв, да, то мы не видим смысла, почему он не должен действительно получить какого-то вознаграждения, то есть вот этой компенсации опять-таки справедливости. Вот. Далее. Почему, в принципе, вот это убийство оправдано? Тоже надо об этом поговорить, чтобы действительно потом не было вопросов. Убийство оправдано, потому что ты действуешь во имя большего блага, как мы и для этого говорим. Если вы действительно не считаете нормальным убивать, то почему вообще тогда не давать оружие своим солдатам? Вот. Поэтому, в принципе, вот это вот награждение, оно приводит к тому, что или... Да, вот это награждение, они приводят к осознанию того, что они... что эти солдаты не зря что-то делали во имя своего же общества, во имя своего же народа. И то, что они действительно могут вспоминать каждый день о том хорошем деле, которое они совершили. Вот. И поэтому вот это все приводит к выражению благодарности со стороны государства, которое... эти солдаты представляют. Вот. И поэтому вот это выражение благодарности является очень важным на сегодняшний день, потому что оно, и именно оно, приносит справедливость в сегодняшнее общество. Именно справедливость между солдатами и другими людьми, которых действительно... которые... которых нам действительно жалко. И как... и они, как герои нашей страны, совершившие какие-то подвиги, да, должны быть за это вознаграждены. Спасибо. Аплодисменты. 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 возвращается к первому слову правительства. Мы приглашаем вас на субъектное место. Здравствуйте всем еще раз. Уважаемые судья, правительство, оппозиция опровергает о том, что то, что мы говорим, что нельзя награждать тех людей, которые именно убивали. И они говорят, что это хорошо, они говорят, что это замечательно, то есть мы должны награждать. Тут чуть-чуть непонятная логика. Вы говорите, что их не заставляют. Да, мы тоже говорим, что их не заставляют, но мы не говорим, что то, что мы говорим, то, что их не заставляют, это не меняет то, что он убил человека. Потом, когда вы говорите о справедливости, когда люди убивают на войне ради своего сообщества, для сохранения своей страны, да, мы этого не отрицаем. Мы говорим о том факте, то, что несправедливо будет каждый раз, когда они будут видеть этот символ, символ того, чтобы он получил именно вот это поощрение, именно за то, что он убил этого человека. То есть ему каждый раз в сердце будет напоминаться то, что он как бы, он из-за нужды он убивал, да, то есть он на самом деле не хотел убивать этого человека. И как бы наградя вот этого человека, который вот убил, то есть это вообще несправедливо. Жить и видеть каждый раз, и вспоминать то, что проходило на войне, то, что он испытывал, то, что вот испытывал он сам, а не те люди, которые награждали, да, то есть они этого не понимают, то есть они на себе не испытывали. То есть вот здесь несправедливо, когда мы будем награждать этих людей. Вообще мы не должны радоваться, люди, когда мы делаем очень плохие дела. Даже если вы нуждая, то что как бы, даже у нас, если у нас есть миссия такая, допустим, мы должны сохранить чего-то, и мы должны совершить убийство. Здесь мы не должны радоваться. Вот этот символ означает то, что мы радуемся, да, за то, что мы как бы совершили такой поступок. И поэтому, уважаемые судьи, мы считаем, мы убеждены этим законопроектом, то, что нельзя никогда награждать за тот поступок, который он совершал, не желая этого, да, то есть он не хочет этого. Поэтому мы думаем, что мы примем избираемое решение. Спасибо. Украина! Мы все знаем, что достаточно тяжело этим людям, которые действительно получили эти медали за свои убийства, доставать эти медали, смотреть на них, вспоминать про то, что они убили. И мы абсолютно согласны с этим. Но война заканчивается для общества, но она не заканчивается для людей, которые принимали в ней участие. Действительно, в любых думах, что когда человек достает эту медаль, он вспоминает о том, что он убил. Нет. Он помнит о том, что он убил каждую секунду своей жизни, и он помнит эти глаза, в которые ушла жизнь из-за этого. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но так уж у нас складывается жизнь, что большинство людей, они идут на войну, потому что их принуждают, их общество просит пойти и защитить их границы, защитить их права, и они идут туда, потому что государство просит их туда пойти и сделать это. И вы сейчас говорите, что убивать это плохо, и по морали это плохо, но я это знаю, и я не хотел убивать. Я не хотел идти на эту войну, и это было не мое решение для того, чтобы пойти на эту войну. И когда я пишу о том, что я ненавижу себя за то, что я убил человека, мы не отрицаем того, что практически все, кто были на войне, они мучаются. Но если я виню себя и ненавижу себя за то, что я убивал, я убивал для этого государства, и все, что может сделать это государство, это создать какую-то такую маленькую иллюзию в обществе, что пусть не ненавидит себя, но мы как общество, мы знаем, что ты мучаешься от этого убийства. Но спасибо тебе за то, что ты мучаешься, ты сделал это убийство, что ты нас спас. И мы оправдываем тебя. Мы каждый день оправдываем тебя с тем, что ты убил этого человека. И как раз таки для этого мы даем тебе эти символы. Каждый раз, когда ты ненавидишь себя за то, что ты убил этого человека, за то, что ты сделал эти плохие поступки, мы даем тебе возможность каждый день вспоминать о том, что мы как общество это принимаем. И почему это так важно для самого человека? Мы говорим о том, что когда человек сам ненавидит себя, для него очень важно прийти и снова стать частью этого общества. Стать частью общества без осуждения, развернуться в свою семью, иметь семью, которая его уважает в первую очередь. Мы не хотим, чтобы у нас была ситуация, когда государство заставляет этих людей идти на войну, но когда они возвращаются, все общество ненавидит тебя, потому что ты убил людей. Два в том, что мы с нами попросили тебя убить, ты убил этих людей, мы говорим, что тебе это неправильно, что это неверно. И сам факт, что эти люди, которые уже совершили какие-то убийства, и у них уже в голове как-то меняется эта мораль, они не могут об этом забыть, и они всю жизнь живут с этим понятием, что они убили каких-то людей. Им очень важно, чтобы у них был какой-то символ, который будет им каждый день, когда они ложатся в спальню, и вспоминают это, и пишут письма своим внукам и так далее, чтобы они помнили о том, что они сделали это во благо, что у них есть медаль, которая написана «Спасибо тебе, что ты сделал». АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы они олименили себя в этом, чтобы у них было хотя бы какое-то оправдание, что они действительно сделали это не злоумышленное, что действительно у них еще у самих есть какая-то мораль, и они все еще могут быть частью этого общества. Что те законы, которые были в обществе, они не нарушили эти законы. И что действительно, если я не добровольно убила этого человека, я хочу подчиняться законам, которые сейчас есть через 30 лет после войны, я хочу знать и хочу принимать, чтобы убивать других людей это плохо, но тем не менее я уже это сделал, я уже это не верну. И поэтому мы говорим о том, что каждый раз, когда вы говорите о том, что нам больно понимать, что эти люди считают, что убивать это правильно, но на самом деле, когда мы приходим в этот парад, и эти люди говорят нам, что это правильно, мы все глубоко понимаем, что это их правильно, это завуалированная правда того, что они считают, что да, вы убили, Но в этом конкретном случае вы убили во благо, и мы знаем это, и мы принимаем это, и спасибо вам. И хотя бы из какого-то чувства справедливости того, что человек не выбирает идти ему на войну или нет, что он идет туда по любому, по какому-то принуждению, по принуждению общества или по принуждению государства и так далее, и он убивает не потому, что он хочет убить, а у него нет какого-то мотива негативного для того, чтобы убивать, за что мы могли бы его судить. Если он действительно делал это из мотива кого-то благородного, мы не хотим, чтобы этот человек всю жизнь мучился и вспоминал об этом каждый день. И мы не хотим, чтобы этот человек, который все-таки никогда не сможет забыть об этих потерях и никогда не сможет забыть о том, что он действительно это сделал. Мы не хотим, чтобы этот человек страдал всю жизнь за то, что он подарил нам жизнь. Потому что на самом деле, когда мы говорим о том, что убивать это плохо, эти люди убивают для того, чтобы спасти нашу жизнь, для того, чтобы наших матерей и детей не изнасиловали, не убили и так далее. И поэтому мы должны каким-то образом внести в эту мораль коллективы, пусть даже каким-то обманом. В том же и дело, что он понимает, что это ничем не скупить, а вы даете ему две железяки. И в этот момент он понимает, что это невозможно скупить, потому что только он сказал, что такое убить человека. И поэтому как раз таки суть, что он-то это знает. Он видел эти глаза, которые он убил, но его мама, сестра, дочка и кто-то еще они не знают. Поэтому как раз таки их обмануть еще вполне реально, и чтобы они знали, что вроде бы это нормально. И все эти парады на ГРМА и так далее, как раз таки организованы для того, чтобы все общество всегда принимало. Потому что эти люди, они никогда не убивали, и они не знают, что это такое. И в их сознании еще можно поселить какую-то идею, что в принципе убийство, благо, это возможно. Потому что если ты не видел этих умирающих глаз, то возможно для тебя еще может в своей голове поселиться мысль, что это нормально. И ты сможешь нормально относиться к этим ветеранам войны, а не делать их и с боями государства. И мы хотим сказать, что наша главная ценность это защищать тех людей, которые подарили нам жизнь, которые защищали в какую-то очередь нас. И мы хотим сказать, что если когда-то мы попросили их помощи и защиты, и они нас защитили, то сейчас наше моральное право и моральная даже обязанность нашего общества защитить этих людей. И показать им, что когда вы нас защитили, теперь мы хотим сделать все возможное, чтобы вы в этом обществе жили и существовали нормально. Таким образом, из-за того, что это единственный способ дать им эти награды, дать им какое-то оправдание, которое будет с ними каждый день. И каждый день будет с ними и будет помогать им понимать, что действительно то, что они сделали, это ужасно. Но общество принимает меня, это будет им служить каким-то оправданием и поможет им вернуться обратно в ту жизнь, которую они имели до этого. Спасибо. 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 Здравствуйте. Я очень обладаю вас с собой. Сегодня я хотел бы начать свою речь поговорить мне и о том, почему то, что делает человек, это долг. именно долг. И он, отдавая этот долг, не должен надеяться на какое-то поощрение сверх того. И сегодня я поговорю о том и очень важном, важном пойнте, который мы вводим в игру, о том, что на войне происходит максимальная информация личности, и он воспринимает то, что он делает, как нечто классное и получает это удовольствие. Все, начнем. Мы должны понять, что человек обязан нам, как государство, чтобы это воевать и быть максимально эффективен. Не надо это воспринимать как нечто, какой-то сверхпоступок, сверхгероизм. Он пошел на войну отстаивать нас. Нет, это не так. Мы создали условия для его жизни и его становления, чтобы он был в нашем обществе максимально счастлив и реализован. Без нас, как государство, он бы вообще не родился, и он бы не смог вообще осуществить свое становление. И он должен нам, так как его предки, наши предки, оставили нас, нашу страну, проявили кровь и жертвовали собой. И теперь, когда настал сложный момент для нашей страны, и когда агрессор пришел в нашу страну, он обязан, и это является его долгом, защитить эту страну. Это все равно, что можно сравнить с некой аналогией. Когда ты даешь какому-то человеку долг, он тебе отдает этот долг ровно такой же. А ты сверху ему половину своего долга еще отсыпаешь, да? Я считаю, что это неправильно. На работе ты тебе даешь долг, ты не даешь долг, никакого поощрения сверху. Надо воспринимать это именно так, потому что медаль за его долг, да, это некое поощрение сверху. Мы не должны воспринимать это так. Поговорим сегодня... Росферное правительство, да. Говоря о долге, здесь мы говорим, что если ты возвращаешь долг раньше, если ты возвращаешь его в два раза больше, мы тебя можем поощрить. А если ты просто понимаешь, что долг, окей? Окей, окей. Суть в том, что в вашем варианте, когда мы воспринимаем героизм и долг, конечно, сверхъестественная, происходит во время времени то, что происходит маркировка в сознании среднеэстетического воина, что героизм это не для всех, героизм для единиц. И когда формируется такой принцип, что героизм и типа подвиг не для всех, он, скорее всего, будет себя правдовать, он будет говорить, вот какая-то критическая ситуация, я могу сейчас отстоять свой батальон, или сейчас отсидеться в тепле. И думать в голове, ну, государство же нагаждает там единицы за героизм, то есть героизм не для всех. И он говорит, я лучше отсижусь, я не герой, я не смогу, я не справлюсь. И в этот момент, когда мы поощряем таких единиц, да, в обществе накроется, что это единица, что это нечто сверхъестественное, что не подсильно обычному человеку. Мы говорим, и мы не награжаем людей, что подвиг это нормально, твой долг это нормально, ты должен максимально быть эффективным на войне, это нормальный твой долг, это может сделать каждый среднестатистический боец. Не надо это выводить в некую элитарную прослойку медальонов каких-то, которые награждены чем-то, и они сверх... Люди, они отличаются от нас. Нет, все могут и максимально должны быть эффективными на войне. Потому что если будут все расслаблять, как вы, я единиц, у кого есть медали, что я буду лезть на рожон, я обычный человек, не такой, как он. Обычно такие проигрывают люди, и они проигрывают всю войну и всю страну в целом, и не оправдывают свой долг, не возвращают свой долг. Мы хотели поговорить о том, что говорили наши уважаемые первые правители. Они говорили о том, что есть люди, которые убивают любого человека, воспринимают это как нечто сверхплохое. Их наградают этим символом смерти, когда он типа убивал других людей, и вот тот твой символ. Вспоминая об этом, что ты убивал других людей, и в момент того, когда он уже в обычной жизни смотрит на этот символ, и он глубоко сожалеет о том, что он делал, он горько переживает это. И об этом было то, что сказал первая правительство. Я хотел бы сегодня поговорить о том, можно сказать, о тех людях, у которых деформируется личность, которая постепенно становится все более жестокой и тщеславной. Потому что, когда смерть другого человека выносит тебе радость, потому что ты связываешь это с отобрением в обществе, когда, в виде медали, тоже медали, ты когда связываешь это, вот действительно, ты убиваешь людей, тебе, поначалу тебе это дается горько, да, вот, о тех людях. Подается тебе неприятно, но ты вынужден убивать одного, второго, третьего, четвертого. Тебе дают медаль, типа вот поощрение. Я думаю, ой, это неплохо, я получил одобрение, да, что-то не... Как-то, поначалу как-то даже и странно было, даже кололось. А сейчас я даже удовольствие получил от того, что там я убивал и получил медаль. Деформируется личность в этот момент, когда он связывает убийство с радостью и социальным одобрением, которое дает ему эта медаль. И что происходит в этот момент? Большинство людей начинаются на войне. С войны приходят, да, деформированные личности. Возможно, и будут те, кто будут всю жизнь сожалеть, но в большинстве случаев это те люди, которые уже толерантны к жестокости, которые воспринимают это нормально и даже воспринимают эту жестокость как форма получения некого одобрения. И мы понимаем, что человек деформированный на войне, когда мы его поощряем свет нормы этой медалью, да, говоря, молодец, молодец. То есть в этот момент он... Вы смотрите, это гол, я должен это сделать, и все. Я просто отдал гол. А он воспринимает это как некое проявление своего тщеславия. Оп, 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 убил медаль. Молодец, еще буду убивать, и снова буду получать медаль. То есть толерант к жестокости убийству возрастает. И что мы получаем в итоге? Война рано или поздно кончается. И эти люди с деформированной личностью приходят в наше общество, к своим семьям. И как вы думаете, может ли общество получать какие-то радости от общения с человеком, который при малейшей удобности применит то насилие, которое научила его война? То есть любой конфликт, любое столкновение интересов с его деформированной психикой и толерантностью к жестокости и убийство в целом, может закончиться крайне печально для нашего общества. И когда таких людей большинство, это общество грязнет в насилии и жестокости в принципе. И мы бы хотели не отменить ту логику и тот механизм, когда мы за долг, за нечто необходимое, и чтобы человек это воспринял именно так, поощряем его сверх нормы, когда он получает от этого радость. Не то, что я просто делал долг, и все, я молодец. А то, что я получил, я герой, я крутой, я получил то социальное одобрение, которое не получили другие. И мы признаем, что мы бы не хотели жить в таком обществе, где деформированные люди с деформированной личностью совершали эти грязные послужины. Большое спасибо, уважаемые судьи, я поздравляю все команды, которые здесь присутствуют, и всех здесь присутствующих, меня зовут Анат, к сожалению, горло меня сегодня с утра подвело, поэтому я буду говорить, может быть, не очень громко, но надеюсь, умные вещи. Итак, смотрите, что вам сегодня говорит практика «Закрывая жену» правительства и вообще все правительства? Они говорят то, что награда выдается только за убийство людей. Первый спикер на вопрос мой то, что разве награда не выдается за что-то еще другое? Он говорит, нет, ребята, награда выдается только за убийство людей. Заблуждение, я это еще в своей речи поясню. Итак, для начала давайте ответим на речь Жени. Смотрите, что он вам говорит? Он говорит то, что вся его идея строится на том, что теперь типичная обязанность для бойца должна быть ежедневное выполнение своего долга. То есть он должен не поощряться за то, что он кинулся на абразуре, а он должен по умолчанию кидаться на абразуре. Это все равно, что мы вот все работаем, и по умолчанию мы все должны работать сверхново. Вот о чем я говорю. Я говорю о том, что в принципе, когда мы посылаем людей на войну, эти люди, эти солдаты простые, они реально мышцы людей, потому что нужно просидеться в окон, потому что им не двигает страх, им не двигает боязнь. И если вы сейчас будете наблюдать именно на войну, и говорить, что больше никакой награды не будет за то, что ты пересиливаешь себя, а это самое тяжелое в жизни, пересиливать себя. Мы тебя больше не будем поощрять, человек начинает задаваться вопросом, а зачем мне пересиливать себя? У меня больше нет сил, раз в чем он не ходил на пол, бросался на абразур, у меня больше этого ничего нет. Далее. Нам говорят о том, что это будет маркировка. Мы говорим, хорошо, эта маркировка будет показывать, что ты человек, который преодолел свой страх, ты человек, который не побоялся спасти своих товарищей, и ты человек, который готов отдать жизнь ради своей Родины. То есть, вот о чем мы говорим. А теперь давайте немного поговорим про... Вот это на самом деле... Это на самом деле очень гиперболизировано за то, что подвиги и поощрения даются только за убийство. На самом деле подвиги бывают двух видов. Первый вид это за то, что вы уничтожаете какую-то техническую, материальную ситуацию, взрываете базы, вы идете в контрразведку добываете, убиваете людей, окей. Далее. Второй вид это когда вы спасаете мирных жителей. То есть, когда вы видите, что проходит геноцид населения, когда вы видите, что солдаты противоположной стороны сжигают деревни, как это было в фашистской Германии. Когда вы видите, что какая-то противоположная сторона ведет нечестные способы войны, пристрепляют мирных жителей. Вот за это тоже подняются награды, и мы что-то, что-то не надо... А теперь давайте заботимся, почему для этой категории мы оставляем награды. Потому что они спасли тех людей путем убийства человека, которые в будущем будут жить. Да, мы потеряли взгляд вот этого немецкого солдата, но мы сохранили наград трех советских девочек, которые... Я не знаю, что это... Я не знаю, что это... Если мы человеке откладываем все награды, то теперь не будет больше вот этих вот... Ну и вот этот человек будет по ним думать, а зачем я спас этих девочек? Я же ведь им тоже помогу. И вот здесь я убил этого человека. Да, мы потеряли видение мира немецкого солдата, но мы сохранили видение мира невиновного человека. Вот почему. Вот эту вот вторую категорию подвигов мы уж точно должны сохранить. Типа, «Убийство по благо мира», как бы это ни про то, как сами не звучало. Дальше. Теперь поговорим о первой группе. По поводу того, что взрыв там технических связей, инфраструктуры. Ребята, война на самом деле в 21 веке имеет такой смысл, что человеческая жизнь она ничего не стоит. В принципе, целью войны не заключается в убийстве солдата. Так было назад, так было в 19-м, в 18-м. Сейчас целью убийства, целью войны это сделать соперников максимально слабым. То есть, образно говоря, лучше взорвать склад с автоматами, чем убивать каждого человека с автоматом. То есть, здесь идет речь о том, что сейчас лучше, когда вы даете подвиги, награждаете за то, что он взорвал танки, он взял разведку, вы тем самым, во-первых, а, поощряете то, что он спас жизнь нашим солдатам, вы сохранил их битвы на мир, сохранил их взглядными, и, б, вы, как бы это ни про то, сначала награждаете его за то, что вот эти люди, против которых они будут воевать, и будет воевать банально нечем, и таким образом, мы спасаем их тоже жизнь. То есть, здесь мы говорим о том, что награда за убийство, она все меньше и меньше в количестве, потому что человек все меньше и меньше роли начинает играть в современной войне. То есть, я думаю, с этим понятно. А теперь давайте подремь непосредственно к нашему расширению. Так, смотрите, когда нам говорят о том, что вот, ребята, награда — это символ того, что ветеран понимает, что меня наградит за то, что я убил человека, на самом деле, здесь фракция прихтов смотрит с одной точки зрения, потому что награда — это напоминание всем нам, что если мы будем вести неправильную политику, если наше государство будет выбирать неправильных лидеров, всем нам придется столкнуться с той проблемой, что нам придется убивать детей. И на гражданах лидеров страны первой войны, которые выходят на площадь из награды за защиту Сталинграда или за захват Берлина, это посылает всем нам как обществу, что если мы забудем о них, если мы забудем о тех ужасах войны, которые были в 60-70 лет назад, то мы можем прийти к тому, что мы опять приведем к этим самым лучшим. И уже нас все будет. Да, это возможно, как-то влияет на территорию. Да, возможно, для него силы напоминают то, что его это коробки. И прекрасно первое слово оппозиции говорит, что он всю жизнь с этим живет. А мы же, как раз, награда во внешнем проявлении это посыл обществу, что, ребята, если вы будете безответственно подходить к формированию своей политики, если вы будете безответственно подходить во всех жизнях государств, то всем нам придется столкнуться с этим самым. А далее, что еще такое награда? Награда за защиту Сталинграда это не только посыл всем нам, это не только награждение человека за то, что он защитил, это еще память тех людей, которые не дожили до этого. То есть это память тех людей, которые защищали Сталинграду, которые умеряли по Сталинграду, но при этом, к сожалению, не смогли донести до нас, как и тяжело им было. То есть, разумеется, учебники истории это сохраняют. Вы согласитесь, не всем нам нравится сохранять неприятные моменты истории. Это же так неприятно, сколько людей погибло зря. Это же так неприятно, сколько людей вообще ужасы болели. И вот сейчас, отменяя награды, отменяя вот это вот все поощрения, мы тем самым загоняем людей в то, что они забудут об этом. Пускай через историю, пускай через вести, это они банально забудут. Это самое живое напоминает то, как ужасно война, и почему она так плоха. И теперь давайте подведем А, да, деформация сознания и то, что все люди нравятся убивать. Ребят, после Второй мировой войны с Сагалом, только в Советском Союзе 10 миллионов человек возвратилось обратно на Родину, и почему-то не уховольтых, не деформировало сознание, все они не стали такими профессиональными, независимыми людьми. Да, и теперь он убивает самых ответных, недожяев и маньяков, которые находят в этом положении поисковой деформации сознания. Но для человека, каким бы он, как бы он не убивал, или как бы часто он не получил, он все равно сохраняет самые ценные жизни. И теперь, когда в следующий раз он будет убивать уже, если, например, он будет убивать уже безоружного человека, он будет убивать, что ценность жизни, она не века, и он не может этого допустить. И теперь давайте разведем некий итог нашей сегодняшней моей речи, окей. Сегодня мы говорим, почему нельзя лишать награды, потому что, во-первых, вы награждаете людей не только за то, что они убивают, но вы награждаете людей, за то, что они защищают невинных и тех самых невинных, и путем того, что вы убили одного человека на спасение в Лидении Мира, четырех или пяти безоружных людей вы сделали бы им лучше и чище. И это будет просто преступлением, когда мы отменяем награды, но есть аналогия за то, что вы совершаете военное преступление, не вас наказывать, а за то, что вы пресекаете военное преступление, и вас должны заграждать большинство. У меня сейчас на оппозиции первый анализ Георгий Леонидов. Спасибо большое за это право в величине, я вам приветствую продолжаю в комментариях с уличной в комментариях. Сначала я хотела бы сказать спасибо Жене, если я не была в этом финале, и я считаю антипактам входит в портале и на русский номер. Мы не должны награждать в любой форме за какие-то облики, которые бы совершили, но у него нет. Давайте зададимся сегодня вопросом вообще, плакое ли дело убивать? Вот сегодня уважаемый член оппозиции сказал нам, что вот бывают такие облики иногда-то разрушают базы или что-то в этом роде, но когда-то не прямо убиваешь людей. В любом случае ты косвенно являешься на то, чтобы ты делаешь что-то ради того, чтобы все твои враги умерли, чтобы они бездали на тебя нападать. То есть сегодня в любом случае ты делаешь ради убийства. И сегодня убийство не является какой-то правильной вещью. Да, мы понимаем, что возможно это, что когда народы воюют, они сражаются, потому что они вынуждены. Если не ты убьешь, то тебя убьют. Но в любом случае это не оправдывает твоего смерти, потому что, как было сказано ранее, каким бы он не был человеком, каким бы он не был плохим, каким бы он не был маньяком или так далее, садистом, ты не должен его убивать, потому что каждая человеческая жизнь цена. И сегодня вот эта вот защита тех людей и вот эта убийца другого человека они стоят на ровне. И нельзя кого-то что-то из этого хранить. А, можно ровно? Нет, извините. Затем говорили, ну давайте подумаем о том, является ли это неким сверхъестественным подвигом защищать свою Родину. И ответ нет. Как было доказано моим коллегой, сегодня ты живешь в государстве, оно предоставляет для тебя, не знаю, бесплатную медицину, бесплатное начальное образование и так далее. Государство делает для тебя какие-то вещи. И ты должен сделать в свою очередь что-то для государства. И в такие критические моменты, когда наступает война, ты должен вернуть свой долг. И ты возвращаешь этот долг путем того, что ты защищаешь свою страну. Это не является чем-то, каким-то сверхподвигом. Это действительно нормальная вещь. Это как, не знаю, ты занял 10 тысяч рублей у какого-то друга, тебе тяжело отдавать, потому что это большие деньги. Но при этом ты должен их вернуть и это нормально. И сегодня мы не должны поощрять людей за то, что они выполняют свою обязанность. Затем давайте вот подумаем о тех людях, которые вернулись с войны после того, как они совершили преступление. Часть из них, как было доказано, первым правительством они будут страдать, потому что любая награда, любое поощрение оно будет напоминать им о том, что они когда-то убили человека или поспособствовали смерти человека, и они все время будут об этом вспоминать, и это будет их взлетать. Другая часть людей, она действительно станет депортированными личностями. Сегодня нам сказали, типа, ну вы знаете, ну вы знаете, после СССР взялось там 10 миллионов, все были нормальные, это неправда. После Второй мировой войны преступность, она просто возросла в нереальных мерах. После того, как люди приходят с войны, они приходят в неправильной логике, потому что там, на войне, они убивали, им за это давали награды. И сегодня они там приходят обратно, после войны они не могут не знаю, афганцы или еще кто-нибудь. Они не могут прийти и в первое время нормально соединить в обществе, потому что они видели очень страшные вещи, они убивали людей, за это их пощадали, они считали это нормальным. И теперь они вернулись в общество, они не стали теперь делать. Вы говорите о том, что эти личности деформированы, но как раз они приходят с войны, а мы им говорим, ты убил человека, но ты не плохой человек, ты не нужно быть плохим человеком. Мы даем тебе медаль, мы говорим спасибо, мы говорим, будь хорошим человеком и живем в нашем обществе дальше. Я не говорю в том плане, что они приходят и страдают, вот я убивал, да, такие тоже есть. Но я говорю в основном о тех, кто приходит и продолжает дальше убивать или вот какой-то комплект они решают это путем насилия, потому что они так привыкли. А те люди, которые, ну, как бы страдают, и когда человек возвращается после войны, мы же все с вами понимаем, что он это делает для того, чтобы защитить нас, чтобы мы жили спокойно, никто его обвинять не будет, но поощрять его за это нельзя, это неправильно. Сегодня, опять же, мы возвращаемся к тому, что это просто определенная обязанность человека. Это то, что он должен вернуть свое государство, которое сделало все для него, чтобы он стал нормальной личностью, чтобы он вырос, ну, нормальным человеком, а взамен должен вернуть свой долг в соответствии с того, что он решает сбернуть. С тем, мы поговорили о том, что, ну, знаете, люди забудут. Ну, неправда. Сегодня о войне всегда помнят как раз таки потому, что люди не забывают войну, потому что они не хотят, что в будущем это когда-то случилось. Постоянно даже в школе, извините, по истории заучивают сколько количества людей, которые умерли, которые погибли на войне. И это все делается для того, чтобы люди никогда не забывали о том, к чему приводит война, и чтобы они знали, что, ну, она приводит плохим попрессором, чтобы люди этого избегали. Затем, также нам говорили о том, что, ну, он преодолел свой страх, опять же, и он перерасилил себя и кого-то убивает. Ну, война, это, к сожалению, такая ужасная ситуация, что, ну, действительно, людям приходится убивать. И они вынуждены это сделать, потому что, опять же, если не они убьют, то их убьют. И сегодня они, ну, вынуждены воевать или кого-то убивать. Но сегодня убийство мы не должны ни в коем случае оправдывать, потому что это не... Убийство это действительно очень плохая вещь. Сегодня мы стремимся к гуманному миру. Вот, чтобы войны не было, нужно людям дать понять, что убивать это плохо. И сегодня, если вы даете какие-то награды, вы говорите, что, ну, в каких-то случаях убивать нормально. И вы говорите, что, ну, вот убивать нормально, но когда мы не будем давать эти награды, когда люди будут возвращаться, но никто их не будет обвинять в том, что они совершили убийство, они будут понимать, что, ну, убийство это плохо, и они поливаются это сделать, но убийство это плохо. Еще раз? Можно? К сожалению. Спасибо большое. Смотрите, вот, напоминая о памяти, вот вопрос, вот аргумент вот того, что, когда мы убиваем человека, который сейчас убийство это равноценно, или человек равноценно, мы говорим просто, что ваши товарищи, которые вы смыслы, они будут захватывать любительный мир, и потеряя одного человека с другой стороны, мы захороняем любительный мир людей с другой, то есть с нашей стороны. Я понимаю, но никто же не говорит, что, когда человек обещает после войны, его никто не обвиняет в том, что он, ну, сделал что-то не так, что он совершил убийство. Его, все знают, что это было вынуждено, и никто его в этом обвинять не будет. Спасибо большое. И просто мы говорим о том, что, ну, не нужно поощрять. Сегодня, ну, в нашем мире, тогда люди, вот, ветераны после войны, они каждый год выходят на аппараты, плачут, и многие из них плачут, потому что, действительно, было совершено слишком много убийств, что война пронесла большие разрушения, жертвы, смерти и весь этот служит. Сегодня мы хотим этого избежать в будущем. Мы не должны вообще прививать людям, ну, такую мать, что убивать это нормально. Сегодня мы не будем отдавать эти награды, и люди будут понимать, что, ну, убивать это нехорошо, что, если ты убиваешь, тебя никто за это поощрять не будет. Мы не хотим, чтобы у нас было какое-то деструктивное общество с неправильными мыслями, или общество, которое будет страдать, потому что, ну, когда-то оно что-то завершило, и об этом ему постоянно напоминают те же самые медали, награды, и любые другие обочления. Мы говорим о том, что, если мы не будем давать эти награды, то тогда, ну, общество, мы сделаем правильно, с моральной точки зрения, мы не должны их принимать, мы должны прессировать. Здравствуйте, уважаемые судьи, участники, все члены МАД-2014. Итак, начнем. Мы не спорим, что убийство это не благое дело. Мы говорим, что убийство ради блага это хорошо. Это то, что нужно. И вы в мире правительства ценности человека с автоматом равносильны, равноправной ценности жизни одной девочки, маленькой, невинной девочки. Мы считаем, что можно убить его, именно этого солдата с автоматом, ради этой невинной девочки. В их мире нет... Вот, говорили о афганцах. В мире ветеранах, именно, возьмем тех же самых афганцев, их вскоре забудет, потому что они не смогут сейчас пока больше показать то, что они пережили. И общество в итоге, рано или поздно, забудет, точнее, уже вскоре забудет о нем. Никто не помнит безымянных конфликтах. Убивая даже врага ради военных ценностей, вы сохраняете жизнь. И видите интересы своих людей. И в будущем эти люди, дети, жизни помогут предотвратить нам в будущем новые конфликты. На это я бы хотел закончить. Спасибо. Пожалуйста, нам не придут. Спасибо. Дело в том, что это был тот исключительно великолепный случай в судействе, когда мы не остановились в итоге на том, что мы сравнили какие-то две позиции и решили, что в одну среди стептических избирателей поверить гораздо легче, чем в другую, или где-то что-то было не доказано. Мы в итоге нашли ключ к решению. И это было просто великолепно. Финал был достаточно сильным. Достаточно сильным для того, чтобы считаться финалом не только турнира с образовательной целью, но и любого другого крупного международного турнира. И команда победителей достойно будет именоваться победителями для того, чтобы у нас не было чем ему очень радует. Знаете, иногда бывает вы судите финал и решение сразу понятно и вы симулируете, что вот 15 минут вы еще думаете, вроде как игра была интересная, а не кто-то там один затащил. В этот раз такого не было. Мы, естественно, долго и упорно думали над всем услышанным. И более того, нам даже принесли камеру, чтобы мы смогли воспроизвести те кусочки, которые мы сомневались. в последнем ситуации было ровно в том, что в итоге приблизительно в том времени, когда у нас появилось, ключ был найден без камера. Ну, а что касается наших чемпионов, мы шли к этому три дня и мы награждаем команду игравшую в первом правительстве. КОНЕЦ